Дорогие доктора и медработники, поздравляем вас с наступающим Днём Победы! Вместо сцены трёхметровая георгиевская лента, пара громкоговорителей, компьютер и микрофон. И вот он, концерт, как майский ветер, врывается в окна лечебных корпусов Щёлковской областной больницы. На улицах пены спасённой собрался с народ Стармылак, На старой израненной в битвах гармонивость русский играл наш солдат. Фронтовыми песнями в канун 75-летия Победы активисты молодой гвардии «Единой России» поднимают настроение докторам и медработникам. Журавли, майский вальс, катюша, смуглянка. В каждой строчке заложен смысл. Трудности пройдут, и жизнь войдёт в привычное русло. Приехать с концерта молодые люди решили по нескольким поводам, но главное – это День Победы. У нас есть два повода. Первый – это, конечно, наши врачи, которые каждый день борются с утками. Им за это огромное спасибо. И ко Дню Победы как раз решили организовать этот праздник. Песням в исполнении солиста Центрального дворца культуры Щёлкова Владислава Васильева удаётся пробиться через закрытые окна больницы. И вот за ними показались врачи и пациенты. В период пандемии у медперсонала как никогда много работы. По 12 часов в сутки они несут смену на своём посту. И вот этот концерт будет для них настоящим подарком. Подарком Дню Победы. Если разрешит руководство больницы, молодые люди готовы организовать концерт у каждого отделения, где находятся пациенты с коронавирусной инфекцией. Дорогие медики, огромное вам спасибо за ваш тяжелейший труд, что боретесь с этой тяжелейшей инфекцией. Мы вас за это от всей души благодарим. Спасибо вам. В эти майские дни солисты Дворца культуры дают концерт не только врачам больницы, но и во дворах, где живут ветераны, в день по 9 выступлений, таких же радостных, как и сам День Победы. Михаил Налётов, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение.